слава богу слава иисусу христу спасителю братья сейчас вот буквально через пять минут я буду включаться уже до включаться на утренней молитве прямого эфире спасибо господа за эту возможность вот выходить в эфир на утренней молитве вот уже на протяжении этих дней проводить семинары по вечерам спасибо господи вот каждое утро в 6 утра теперь стараюсь включаться прямой эфир на канале ютуба и вот буквально у меня уже запланировано сейчас тоже запустить написано прямой эфир и все господи благослови во имя иисуса христа этот эфир кто уже сейчас в ожидании кто будет подключаться и кто потом записи будет смотреть вас благословляю во имя иисуса христа спасибо огромное за поддержку моральную молитвенную поддержку за финансовую поддержку моего служения без которой невозможно было бы это и трансляции такие вообще да напоминаю что если вы в украине проживаете то можете участвовать в моем служении в украине пополняя мобильный номер киевстар запишите этот номер сохраните себе 096 96 2 6 6 75 еще раз 096 96 2 6 6 75 096 96 2 6 6 75 сохранить сохраните запомните вот этот номер можете пополнять с любой точке украины вот и я имею возможность эти финансы использовать как раз в служении господу если вы в россии и хотите поддержать мое служение в российской федерации то тогда значит запишите номер мтс код 915 потом 780 48 74 еще раз повторяем 915 ну или плюс 7 то в начале пишется или 8 там по-разному 915 780 48 74 еще раз 915 780 48 74 вот это два номера таких белорусского номера пока нет у меня я вот в этот раз планирую сейчас снова посетить гомель минск белоруссию даст бог и брест тоже вот и уже в белоруссии сделают тоже номер себе белорусский чтобы мои друзья кто белоруссии могли поддержать мое служение на территории белоруссии слава богу а в грузии также я значит номер чуть попозже сделаю потому что планирую сейчас молю сейчас за поездки вся картвелло да и вообще по кавказу служение вот и хотя сейчас век интернета в принципе даже если вы живете в грузии или в белоруссии там значит через интернет можно пополнять эти номера в принципе участвовать в служении вот ну а другие возможности есть все в каждой такой нотации там под всеми видео спасибо господи спасибо за все спасибо всех кто боже в молитве и финансово участвует моем служении господу тебе боже и благоставляю всех их твоим святым благословением священническим благословением во имя иисуса христа да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь слава богу друзья и вот сегодня хлебопреломление будем совершать евхаристию причастие чаша приготовлена хлеб это оставки халы вот все что осталось от субботней шаббат не халы в общем то я планирую раз мать причастие и пора уже закупаться мацой уже пасха приближается опресники надо будет закупать уже я думаю что но здесь в киеве нет проблем здесь в больших маркетах продается мацан в синагогах можно уже купить уже принципе и ну и вас тоже как бы стимулирую к этому закупайтесь мацой вот предпасхальный семинар я провожу тоже остается уже все две минуты до эфира я на работу подключаться уже чтобы кто уже уже есть в ожидании уже люди кто в ожидании аллилуйя слава иисусу христу слава навеки богу святому аминь и ни в ком другом нет спасения ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись слава искупителю рода человеческого всех вас приветствую друзья дамы и господа братья и сестры и благоставляю во имя господне благоставляю и благоставляю великого бога сегодня благословен бог наш всегда ныне пресно во веки веков аминь благословен ты бог наш благоставляю великое имя твое господь благоставляю тебя великий бог отец сын святой дух ага отче ты возлюбил мир и отдал жизнь свою самого себя за нас кровушку свою агнец божий закланный за грехи мира воскресший из мертвых цена спасения уплачена сполна великая цена нашего спасения кровь иисуса христа кровь агнца божьего иисуса христа за голгофу за кровь я тебя благодарю за воскресенье твое за победу твою ибо незнавшего греха написано 2 коринфянам 5 глава окончание самый 21 стих написано ибо незнавшего греха он бог сделал за нас для нас за грех жертвую за грех чтобы мы в нем в иисусе христе сделались праведными пред богом это действительно самое благое самая благая весть которая вообще когда-либо звучала для человеческого рода и напоминаю еще что это 2 коринфянам 5 глава 21 стих не знавшего греха он бог да сделал для нас жертвую за грех чтобы мы в нем в иисусе христе сделались праведными пред богом я праведен перед богом во христе иисусе благодаря жертве голгофской иисуса христа благодаря его любви благодаря его крови святой он доказал бог доказал свою любовь к нам к роду человеческому однажды и навсегда приобретя нам искупление вечное искупив нас ты искупил нас от греха спасибо господь дал мир свет прощение любовь спасибо господь ты искупил весь мир от греха ты искупил мир от греха меня тебя каждого из нас ты дал ему всем нам любовь и свет зажег потухшие сердца и дал надежду мы пред тобою представим и каждый дорог для тебя за все отец благодарим и превозносим слава тебе величие слава в веках и народах сила твоя безгранична милость твоя безгранична милость твоя во все роды ты искупил бог мой мир весь от греха он дал нам всем всему миру любовь и свет зажег потухшие сердца и дал надежду благословен ты бог наш отныне и вовек благодарю тебя господь этим добрым утром когда обновляется милость твоя господь ко всему сущему ко всему роду человеческому благодарю тебя господь во имя иисуса христа чашу спасения прямо имя господне призываю аллилуйя 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 благодарю бога за таинство евхаристии за причастие хлебопреломления которым действительно обновляется это милость причастие тела и крови иисуса христа хлебопреломления сегодня совершим также вот вместе давайте поднимем чашу и возьмем хлеба и скажем слава тебе господь за все благослове и бог наш отныне и вовек слава тебе бог зла помолимся друзьям слова тебе боже наш слава тебе боже слава тебе боже благословен бог наш всегда ныне пресна и вовеки веков Слава тебе, Боже наш, слава тебе Царь небесный, утешитель, дух истины Ты, который везде присутствуешь И все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни податель Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны И ты спас благой души наши Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Хвала тебе, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Вся слава тебе и честь, Боже всемогущий, благостави Господь нас Боже, Отец наш, Егова, Бог Авраама, Исаака, Якова Сущий на небесах, Папочка небесный Да святится имя Твое, да придет Царство Твое Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе Хлеб наш насущный дай нам на сей день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого И вот Твое есть Царство и Сила и Слава Во веки, Аминь Боже всемогущий, и благостави сегодня это таинство Причащение святых Твоих тела и крови Боже всемогущий, с верой Боже, и провозглашая Слово Твое, Боже Слово из послания к Олимпинам, Боже всемогущий Я благодарю Тебя, что Ты, не знавшего греха Иисуса Христа, Агнца Своего Сделал для нас жертвую за грех Закланный Агнец Твой, Господь Чтобы мы в Нем, в Сыне Твоем, в Иисусе Христе В Твоем Агнце, Боже Сделались праведными перед Тобой Благодарю Тебя, Господь всемогущий Благодарю Тебя, что пред Твоим лицом я праведен Спасибо, Господь Я полностью прощен Все, что было, все, что есть, все, что будет Все полностью покрыто, все полностью прощено мне Спасибо, Господь И это благодаря крови Иисуса Христа Благодаря жертве Голговской Спасибо, Господь Боже, благодарю Тебя, Боже всемогущий Что нет никакого осуждения теперь мне Потому что я во Христе Спасибо, Господь Спасибо Тебе, Боже наш Всемогущий Бог наш Спасибо, Господи, за жертву Твою Уму человеческому Моему уму человеческому Непостижимому чуду, Боже Но имея ум Христов Постигаю эту тайну Боже всемогущий И сегодня Обновление Это сегодня, Господь Божий Обновление ума Божия И я благодарю Тебя через Таинство Твое Через тело и кровь Твои, Боже Обновляется эта милость Во мне В моем понимании сегодня В моей вере Спасибо Тебе, Господь Спасибо, Боже всемогущий За Голгофу и за кровь За воскресенье Твое Благодарю Тебя, Господь За Голгофу, за кровь Я Тебя благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю 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 Тебя, Отец Аминь, аминь, аминь Благодарю Тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все мы благодарим За все мы благодарим За Голгофу, за кровь Мы Тебя благодарим За воскресенье Твое За победу Твою Благодарим Тебя, Отец Благодарим Тебя, Иисус Благодарим, О Дух Святой За все мы благодарим За все мы благодарим Слава Богу Всемогущему Слава Тебе, Господь Боже Всемогущий Благодарю Тебя И снова молясь По этому слову Прошло Написано Чуть выше В этой же пятой главе Чуть выше Написано В 17 стихе Итак, кто во Христе Тот новая тварь Новое творение Кто во Христе Тот новое творение Древнее прошло Теперь все новое Все же от Бога Иисусом Христом Примирившего нас с собой И давшего нам Служение Примирение Потому что Бог Во Христе Примирил с Собою Мир Всех нас Примирил с Собою Мир Не просто Отдельные категории Граждан Не просто Отдельные религии Конфессии Деноминации Не просто Отдельные народы Племена Отдельные страны Континенты Нет Весь этот мир Тварный Его мир Примирил с Собою Мир Не вменяя Людям То есть Мне Тебе Всем Нам Каждому из нас Преступление Их Было время Когда в традиционном Православии Служил До 96 Года Одно из Любимых И самых Таких Произносимых Часто Слов моих Было Господи Помилуй И постоянно Служение Было Наполнено Любое служение Православное Традиционное Которое я исполнял Которое я совершал Тогда Оно было Наполнено Множеством Раз Повторением Одного и того же Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Порой десятки раз Мы повторяли Подряд Одно и то же Вот И Знаете ли И чем больше Я заметил Чем больше повторяешь Это все Из года в год Тем Как-то меньше И уверенности В том Что он вообще помилует И все больше Разочарований ждало Определенных И Как же Чем больше погружался В религиозную среду В своей конфессии Тогда Именно юрисдикция Этой определенной Ну Я служил в русской Православной церкви Московского патриархата Знаете ли Тем больше Поступало Такое отчаяние Как же спастись Чем больше Становишься религиозным Человеком Тем Дальше спасение И это не важно В какой конфессии Вот Это в любой конфессии Такое Происходит Если человек Он погружается Именно Не во Христа Иисуса А именно Не в Божью любовь А В традицию Протестантскую Православную Или католическую Без разницы Какую Или Нединаминационную Допустим Конфессию Без разницы Мессианскую Или Христианскую Не то важно Важна Важна Сама суть Действительно Панацеей Нашей Является Как вот И Александр Мень говорил Вот Великий Реформатор Православный Многие другие Отцы говорили И говорят Сегодня многие Проповедники Панацеей Нашей Является Христа Центричность То есть Взирать на Иисуса Христа Взирать на Господа нашего Иисуса И действительно Дальше написано Он примирил С собой мир Не вменяя Людям Преступлений Их И больше того Не только это Это еще не все Написано И дал нам Слово Примирение Представляете Не только Чтобы нам было хорошо Но чтобы и Другим людям Вокруг Было хорошо Не только чтобы мы Фу Ну спасибо Господи Спасибо Ты простил Полностью меня Ты простил меня Да И я теперь Могу Совершенно Не напрягаться Вот Не дергаться И даже И себе там Не накручивать Ничего Помилуешь Не помилуешь Простишь Не простишь Ты простил Уже простил На кресте Голговском Простил меня Полностью Я еще не родился На ту землю Мои родители Не родили еще На ту землю Ведь спустя Два тысячелетия Все это сейчас Произошло Слушайте Так Спасибо Господи А что могу сказать Спасибо Да Спасибо Иисус Спасибо За все Спасибо Спасибо Да Спасибо Благодарю Что свободу Мне дал Что за меня Жизнь свою Ты отдал О Спасибо Спасибо Мой друг Спасибо Господь Спасибо Бог Мой Спасибо Да Спасибо 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 Благодарю Что свободу Мне дал Прощение Мне дал Исцеление Мне дал Что за меня Жизнь свою Ты отдал О Спасибо Господь Спасибо Иисус Спасибо Да Спасибо О Спасибо И дал нам Слово Примирения То есть То Что Ты Принял Теперь Это просто Являй Этому миру И говори Этому миру Слово Примирения И я вам Это слово Примирения Сейчас говорю Не сомневайтесь Пусть Всякие Сомнения Уйдут Вообще Кстати Интересное Такое слово Получил я Вот Здесь прогуливаюсь В парке Киота Вот Я его повторял Уже не раз Уже в трансляциях Вот Но хочу еще раз Сказать этим утром Знаете ли До нашей эры Как говорится До Иисуса Христа До того Как он пришел На эту землю И совершил Наше искупление Действительно Род человеческий Имел колебания Определенные И имел Какое-то Оправдание Этому колебанию Этим сомнением Страхом своим Имел какой-то Ну по крайней мере Люди Вне Израиля Вне народа Божьего Тогда Действительно Имели Какое-то Оправдание Вот именно Имели Оправдание В чем В своих Каких-то страхах Сомнениях В том Что вообще Любит ли Бог Любит ли нас Бог И простит ли нас И вообще Имели какое-то Моральное оправдание Этому Но После того Как Иисус Все совершил Уже нет Никакого оправдания Уже нет Никакого оправдания Подобным страхом Я имею ввиду Подобным Знаете ли Потому что мы Оправданы Полностью Праведны Перед Ним Перед Богом Через кровь Иисуса Христа Однажды И навсегда Бог доказал К нам Свою любовь И не требуется Повторно Приходить Иисусу Или многократно Приходить Ему Чтобы умирать Каждый раз Или умирать За отдельный народ Каждый Или за каждого Из нас В отдельности Поверьте Что действительно Если бы Оно нужно было бы Он пришел бы И умер бы За каждого из нас В отдельности Это без Без всякого сомнения Сто процентов Я это знаю точно Наверняка Я это переживал В молитве Переживал В видении Открылений от Бога Вот Значит Я этим делюсь И знаете ли Но Сегодня Вот В эту Новозаветную эру Раскрывается Действительно Таинство Божьего искупления Божьей милости Божье прощение И дал нам Он слово Примирение И так Мы Посланники От имени Христова И как бы Сам Бог Увещевая через нас От имени Христова Просим Примиритесь с Богом Он примирился с нами Теперь только Остается Вот Шаг Сделать Навстречу Бог Я примиряюсь с тобой Между нами Ничего Никаких обид Никаких грехов Никаких огорчений Никаких проклятий Беззаконий Болезней Ничего Все Ты простил меня Спасибо Господь Я примирился с тобой Спасибо Боже И благодарю тебя за милость и благость. Примите сегодня со мной причастие, хлебопреломление. Давайте вместе совершим это. Налейте себе немного сока, возьмите хлеба. Я говорю, что даже если нет сока, то просто воды налейте. Воды и хлеба. И неважно, какого хлеба. На служении мы обычно в церкви, мы обычно мацу используем, опресники. Но у меня сейчас нет мацы. Я буду закупаться мацу. Обычный хлеб. Не качество вина или хлеба, а качество нашего сердца, нашего размышления. Вот это есть причастие. Причастие совершается не ртом. Я это повторяю каждый раз. Иисус говорил, что то, что входит внутрь тебя, через рот, оно не может тебя сквернить. И тем более осветить. Тем более. Знаете ли, оно не может ничего тебе сделать. Вот оно входит, выходит и все, и выходит. Оно не освещает тебя и не благоставляет, и не скверняет. Но причастие совершается не просто ртом, а совершается вот здесь совершается, и вот здесь совершается нашей душой, нашим духом. Совершается нашим сердцем. Поэтому размышляем о крови Иисуса Христа, размышляем о теле Христа, о крови Христа. Вот. И для совершения этого таинства нужно что? Просто верить. Просто верить. Не важно, кто ты, мужчина, женщина, не важно, кто ты там, служитель, прихожанин в церкви, какой-то конфессии, динаминации там. Или это просто вообще, вот, может быть, первый раз сейчас смотришь это видео, допустим, или подключился сейчас, и вот что происходит. Поверь, что Иисус есть Христос, и Он есть Сын Бога Живого. Поверь, что Иисус за тебя заплатил своей кровью ради прощения твоего. Чтобы ты был прощен, чтобы ты простил себя самого, чтобы ты принял прощение от Бога, чтобы ты был исцелен. Иисус Христос сполна заплатил ценой своей, своей крови. Слава Иисусу Христу. Поэтому совершаем причастие с верой в божественное, вот это причастие, божественное тело и кровь Христа, которые подлинно есть пища наша и питье наше. Слава тебе, Господь. Боже, благодарю тебя за Голгофу и за кровь твою. Боже, твоя от твоих, тебе приносяща, а всех и за вся. Тебе поем, тебя благодарим, Господи, и молимся тебе, Боже наш. И сотвори, Господи, хлеб сей честным телом Христа твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа твоего. Аминь. Приложив это духом твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже наш, за причащение святых твоих даров, тайн твоих, тела и крови. Благодарю тебя за совершившееся таинство, это таинство веры. Спасибо, Господи, спасибо. Благодарю тебя, Боже всемогущий, за Голгофу, за кровь. Благодарю тебя, что даже всеми богатствами этого мира и всеми жертвоприношениями этого мира, всеми религиозными потугами этого мира, всем, 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 абсолютно всем, что мы знаем, невозможно было бы это чудо. Но это стало возможным благодаря жертве твоей, божественной крови Иисуса Христа. Благодарю тебя, Господь, что искуплены мы от суетной жизни, не золотом, серебром, но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного твоего агнца. Слава тебе, Господь, который Духом Святым принес себя непорочного тебе, Боже. Слава тебе, Господь, Боже всемогущий. Благодарю тебя, Господь, за искупление Твое, которое Ты совершил, Господь, Боже. Слава тебе, слава тебе. Благодарю тебя, слава тебе, слава, слава, слава и хвала. Боже наш, благослови. И это утро обновилась, милость Господня. Это обновление происходит, в первую очередь, здесь и здесь, в нашей душе. Потому что с Его стороны, со стороны нашего Папы Небесного, нет никаких ограничений. Он обновляет постоянно эту милость свою к нам. Постоянно. И от обновления в нас совершается оно рассуждением, размышлением о теле и крови Христа. Размышляя о теле и крови Христа. Постоянно держите это в разуме. Постоянно, каждодневно, и говорите, слава Иисусу Христу, моему Спасителю. Иисус Господь, Иисус Христос, мой Господь, Спаситель, Целитель, Освободитель. Я исцелен. Даже если какая атака, допустим, в разуме война начинается. О, какие-то сомнения такие. А подлинно ли сказал Бог? Знаете, откуда это приходит? Да, это из ада приходит. Враг, как бы рыгающий лев. Ну, так, не настоящий лев, а так, как бы лев. Вот, значит, как бы рыгающий. Вот, значит, он пытается таким образом с сомнениями, как наших пращуров, да? Он убедил, к сожалению, Еву и через нее повлияв на Адама. Вот так вот, увы. Вот, но, дамы и господа, сразу, кровью Иисуса Христа, наш ответ, как говорится, Чемберлену, да? Наш ответ, значит, дьяволу какой? Кровью Иисуса Христа я совершенно спасен. Бог простил меня. Нет никакого сомнения в этом. Я отказываюсь сомневаться в этом. Потому что я не имею морального права даже сомневаться в том, что я искуплен. Потому что была слишком высокая цена заплачена. Слишком непостижимую уму нашему цена заплачена. Сегодня, в эту эру благодати, в этот век благодати, я просто не имею права сомневаться в этом. Вот, где-то кольнуло что-то, проблема со здоровьем сразу. Кровь Иисуса Христа была пролита не напрасно. Во исцеление моего тела. Я души, тела. Я здоров через кровь Иисуса Христа. Итак, наш ответ на все проблемы, финансовые проблемы, любые проблемы, абсолютно, какие мы встречаем в этом мире, кровью Иисуса Христа, наш ответ. Мы искуплены, благоставлены, обогащены, исцелены кровью Агнца Божьего. Аминь. Вот, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки. Благоставляю всех вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еверехеха Адонай, ве Ишмареха. Ягер Адонай, панавелейха, виху неха. Иса Адонай, панавелейха. Ве Яселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах. Аминь. Пусть Бог Аврама Исаака Якова, наш небесный, любящий отец, папочка наш на небесах, Егова, благоставит нас всех сегодня во имя Иисуса Христа, Сына Своего, Господа нашего Спасителя, нашего Искупителя, Агнца Своего, Духом Святым. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Да, и по скриптам сегодня вечером подключайтесь к продолжению семинара, предпасхального семинара. Да, были вопросы по поводу, значит, тоже, кстати, еще по скриптам тоже, значит, сестра Оля писала. Здесь есть смс-сообщение, есть такое пространное. Я свидетельствовал вкратце о том, что вот жена моя была исцелена год назад от рака. И, значит, сестра Оля спрашивала, значит, здесь как раз, расскажите как-нибудь, ваша жена стояла в вере, а, как ваша жена стояла в вере против болезни, подробней. Мне трудно сказать вообще подробней. Хорошо было бы, чтобы она сама рассказала. Она мне очень скромная женщина, ей как бы и так вот мало, как бы, говорит. Да, она даже мне мало, мало что рассказывает. Знаете ли, она больше всего Богу рассказывает. Вот, и, значит, и, а вопрос дальше был такой, может, у нее была книга, там дальше книга идет, нет. Никакой дополнительной литературы фактически не было. Вот, не то, что фактически, вообще не было. То есть, кроме Библии, ничего. Вот, мы как-то, я еще более-менее как-то читаю христианскую литературу, прочитываю, ознакомлюсь. С супругой моей как-то, она, нет, она как-то, вот, Библии все. Вот, я, ну, я нахожу это нормальным. Вот, и у каждого свое понимание. Кто-то провозглашает, кто-то еще как. Вот, и у нее была просто вера. Вот, и вообще Господь не требует от нас, знаете ли, я так рассуждаю, что, особенно ознакомлюсь с морем христианской литературы современной. Знаете, я скажу, что порой мы усложняем весь этот процесс вообще. И я это замечаю по себе, я это замечаю по своей вере, я замечаю это по, значит, своему служению даже. Допустим, когда молюсь я за людей, вот, самое интересное, люди нерелигиозные очень быстро исцеляются. Порой, ну, вообще прям чик и все, как бы даже без всяких вопросов. Люди религиозные, вот, особенно христиане, вот, я замечаю, очень трудно как-то исцеляются. А почему? Наверное, просто мы усложняем все это. Зачем? Не надо. Не берите в голову все это. Вот, просто верьте и все. Господь не требует от нас мегаверы, огромной веры какой-то, знаете ли, вот, какой-то крепкой веры, такой сильной веры. Нет, он требует от нас даже немногое. Дай сгорчичное зерно, то есть дай Богу шанс просто и все. Просто веруй и все. Просто верь. Благодари Бога за все. Конечно, все мы разные. Кому-то нужно, может быть, и какие-то тренинги, какие-то нужно, вот, обучение, там, какие-то особенно специальные молитвы, вот, какое-то особенное понимание, какое-то провозглашение, там, что-то еще. Ну, я знаю разные ситуации. Бог не действует по каким-то шаблонам нашим. Хотя Он уважает наши шаблоны, конечно, уважает наши религиозные чувства, щадит их. И поэтому иногда Бог, ну, так, грубо говоря, так, ну, как бы приспосабливается к нашим религиозным немощам этим. Вот, на самом деле, это религиозные немощи. Вот, значит, как вот один из, ну, отцы говорили, православные раньше. Где просто, там ангелов соста, а где мудреногут, там ни одного. Вот, не надо вас особенно мудрить с этим. Просто верьте, доверяйте Господу, и все. И я это и себе говорю, потому что, знаете ли, действительно, порой усложняем и теологически усложняем мы все. Вот, и, значит, как бы, не знаю, вот вера учительна, и так вот по разным темам. Вот, вот, с искренними Бог поступает искренно, а с лукавыми по лукавству. Вот, и когда мы нагромождаем много теологии, значит, всевозможных вероучений наших, там, практик, то это граничит порой с каким-то лукавством. Знаете ли, вроде мы как бы, как бы, вот сейчас схватили Бога за бороду, да, грубо говоря. Ну, ничего, и это Бог простил тоже. Самое главное, знаем, что и это Бог простил, и Он любит нас даже такими, какими, даже если мы очень сложные такие и лукавые. Бог все равно нас любит, и все равно Он простил нас. Слава Богу. Вот, спасибо тебе, Господь, за все. Благослови во имя Иисуса Христа. Да, так что до шести часов вечера, встречаемся в шесть часов вечера, вот, по киевскому времени, на семинаре, предпасхальном семинаре. Ну, и запасайтесь, закупайте мацы. Я сегодня, наверное, пройду здесь в маркетинг, раз посмотрю, вот, куплю там несколько коробочек себе мацы уже заранее. Ну, и чтобы при счастье совершать тоже, наверное, так. Все, с Богом, благословляю всех вас. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Да, слава Богу. Вот, закончилась трансляция, выключил трансляцию уже. Утром сегодня шесть человек. А, это при окончании было шесть человек. Ага. Сейчас посмотрим, будет написано, сколько здесь. Слава Богу, люди подключаются. Вот, и девять, девять человек, да, слава Богу. Люди подключаются, это в общем, кто подключался. Не все могут, вот, даже этих полчаса быть на молитве. Кто-то быстро убегает уже на работу. Вот, и люди совершают хлебопреломление, причастие. Потом пишут, потом свидетельствуют. Слава Богу. Я думаю, что это тоже очень важный элемент современной реформации. Евхаристическая такая, знаете ли, реформация. Евхаристическая такая. Евхаристическое пробуждение. Потому что Евхаристия Божественная, это причастие. Это хлебопреломление. Да, вот даже по этим вот вопросам, которые здесь приходят. Сейчас я... Нет, здесь нету. Сейчас включу Киевстар. Вот, значит... А, я говорил уже, да, значит, два номера. Киевстар и МТС. Вот. У меня сразу есть на телефоне две симки сразу. И есть и украинская, и российская, и Киевстар, и МТС у меня есть здесь. Поэтому, вот, вы можете пополнять, значит, или тот, или тот номер. Или и тот, и тот. Как имейте возможность уже. Будем так говорить. Да, значит, напоминаю тоже. Номер в России, номер, там, ну, плюс семь или через восьмерку, как пишите. Девятсот пятнадцать код. И сам номер. Семьсот восемьдесят сорок восемь семьдесят четыре. Еще раз. Девятсот пятнадцать семьсот восемьдесят сорок восемь семьдесят четыре. Вот. А Киевстар номер, который я сейчас включил, это как раз, значит, ноль девяносто шесть. 096-266-75 096-96-266-75 Вот такой номер Пополняете их И это На ваше финансовое будет участие В моем служении Господу Да, и еще по скриптам Тоже Здесь в Киеве Я не знаю Только ли в Киеве Я думаю, что это будет и в России тоже В Туле Или Тульской области, я не знаю Ищем помещение Нужно помещение Открывать мастерскую Художественная мастерская Святаго Духа Мастерская Духа Святого Это мастерская уже нового поколения И художественная мастерская И творческая такая мастерская Чтобы и могли там Реализовывать свои таланты Люди всячески Разнообразно И художники Скульпторы Музыканты Поэты Писатели Чтобы действительно Творчество в Духе Святом В Духе Божьем Вообще Мечтаю сейчас о том Чтобы действительно Был такой Ну действительно Мастерская Святого Духа Как вот Про Бецалеля Бецалель Василиил Так в русском переводе Говорится Весилиил Как-то так Художник И мастер И Как бы Руководитель Художественных Тодашних Прямоисеев Мастерских Переносной храм Когда делали Слава Богу Хорошо друзья Благословляю всех вас До встречи И на земле И на небесах Хорошо Эта карточка Вот она работает Пишется Все Потому что К сожалению То что было на служении Я думал Писалось Красная точка Была Мигала А оказывается Ничего не писалось Бракованная была Карточка Такая Вот так вот Ой Ну ничего Бог Милостив Аллилуйя